Говорит Черкесск Доброе утро! На календаре пятница, 20 мая. В студии Рита Нерова. Официальная хроника. Руководитель Карачао-Черкесии Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с министром имущественных и земельных отношений Мадиной Туркменовой. Обсужденные вопросы касались реализации основных положений Земельного кодекса России и общей стратегии повышения эффективности использования государственного имущества на территории Карачао-Черкесии. По словам Мадины Туркменовой, сейчас специалисты составляют перечни объектов налогообложения, которые будут начисляться, исходя из кадастровой стоимости. Рашид Тимрезов провел рабочую встречу и с главой администрации Усть-Джигутинского района Муратом Лайпановым. Первостепенными в ходе беседы стали вопросы текущей работы по социально-экономическому развитию муниципального образования. Лайпанов проинформировал главу о ходе строительства социальных объектов и инженерных коммуникаций, а также о деятельности по мобилизации дохода в местный бюджет и оптимизации расходования бюджетных средств. Отдельный блок обсуждаемых вопросов касался реализации комплекса мер по поддержке реального сектора экономики, участия субъектов малого и среднего бизнеса в республиканских программах, предусматривающих различные виды господдержки. В станице Зеленчукской под председательством премьер-министра Карачаева Черкесии Руслана Казанокова прошло совещание, на котором рассмотрен вопрос ремонта кровли одного из многоквартирных домов по улице Первомайской. По проекту в этом здании была установлена односкатная крыша, которая не выдержала ветровых нагрузок, в результате чего была повреждена часть крыши. По итогам совещания компетентным ведомствам поручено составить экспертное заключение, после чего будут определены обязанности администрации района, сельского поселения и управляющей компанией для решения данного вопроса. В Черкесске прошло праздничное мероприятие, приуроченное к Международному дню семьи, на котором чествовали семьи, достойно воспитывающие или воспитавшие трех и более детей. К другим темам. В Карачаево-Черкесии определены грантополучатели Федеральной целевой программы «Поддержка начинающих фермеров» на 2015-2017 годы. Так, 131 фермер получили гранты на развитие своих хозяйств на общую сумму около 101 миллиона рублей. Из 385 бизнес-проектов, представленных на конкурс, отобраны лучшие. В основном это проекты, направленные на развитие молочного и мясного скотоводства. Активисты и эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Карачаево-Черкесии провели заседание рабочей группы «Качество повседневной жизни» с участием Управления жилищного хозяйства номер один «Черкеска», столичного управления компании «Тепловые сети», Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Карачаева-Черкесии и других заинтересованных сторон. Поводом для инициирования заседания стало коллективное обращение жильцов дома номер 32 по улице Первомайска и Черкеска по поводу систематических срывов подачи горячей воды. В Карачаево-Черкесии прошла комплексная техническая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения республики с целью проверки прохождения весеннего половодия и подготовки к пожароопасному периоду. Новости из правоохранительных органов. В целях оказания правовой помощи населению по вопросам защиты прав граждан в уголовном судопроизводстве сегодня в прокуратуре Прикубанского района состоится прием граждан. Мероприятия проведут работники отдела Республиканской прокуратуры по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел и госнаркоконтроля совместно с региональным отделением Ассоциации юристов. Прокуратура Карачаева-Черкесии проверила исполнение законодательства об обеспечении безопасности несовершеннолетних, пребывающих в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расположенных на территории республики. Выявлены многочисленные нарушения закона в данной сфере, причем во всех учреждениях. Так, территория специальной коррекционной школы-интернат 8-го вида аула Хуса-Кардоник по всему периметру не имеет ограждения. На момент проверки межевание участка не проведено. А в Республиканском детском доме для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в жилых комнатах используется мебель, не отвечающая требованиям санпина. Здесь же помещения жилых комнат и санузлов имеют дефекты в покрытии полов. Теневые навесы на территории игровых площадок для детей дошкольного возраста не оборудованы деревянными полами. В этом учреждении проект расходов всегда существенно разнится со сметой в сторону уменьшения. Более того, на 2016 год на основные средства финансирования учреждения не предусмотрено. В текущем году бюджетные средства предусмотрены только на заработную плату, текущие платежи, коммунальные услуги, питание и т.д. Многочисленные грубейшие нарушения выявлены и в Республиканском детском доме забота. В Карачаевске осталась встреча министра внутренних дел Карачаева-Черкесии Казимира Баташева со студентами города. По обучающихся в Карачаево-Черкесском государственном университете имени Умара Алиева была возможность задать интересующие вопросы руководителю ведомства. Борьба с незаконным оборотом наркотических средств, вопросы политического экстремизма, нюансы предстоящих выборов и многое другое стали ключевыми на состоявшемся мероприятии. Вы слушаете Радио России, Карачаево-Черкесия. Новости сферы образования. Сотрудники Министерства образования и науки Карачаева-Черкесии совместно с представителями Ростелекома провели проверку готовности пунктов проведения экзаменов, расположенных на территории республики. Все пункты подверглись проверке на предмет их соответствия противопожарной безопасности, требованиям САНПИНА, наличия действующей кнопки экстренного вызова полиции, безбарьерной среды, то есть наличия подъемных устройств и пандусов и т.д. Особое внимание при этом обращено на ракурсы камер видеонаблюдения, расположенных как в аудиториях пунктов, так и в штабе. Всего при проведении экзамена основного этапа государственной итоговой аттестации будет задействовано 17 пунктов. В целях повышения профессиональных умений и навыков профессиональной деятельности студенты 2-го и 3-го курса в направлении подготовки агрономии Северокавказской государственной технологической академии в эти дни проходят практику во Всероссийском научно-исследовательском институте сельского хозяйства в Москве. Студенты осваивают новейшие технологии селекционной работы, основу работы с генетическим материалом, а также получают базовые знания по генной инженерии и другие навыки, необходимые в профессиональной деятельности. В Карачаево-Черкесском государственном университете имени Умара Лива прошел день открытых дверей. Этот день знакомства с университетом для выпускников школ и их родителей традиционно проводится с целью предоставления абитуриентам полной информации о ВУЗе. Гости смогли ознакомиться с материально-техническим оснащением учебного заведения, аудиторным фондом, учебно-лабораторным оборудованием, компьютерными классами и познакомиться с руководством ВУЗа, институтов и факультетов, а также преподавателями и студентами. Новости культуры и спорта. Ценейшие экспонаты государственного Карачаева-Черкесского историко-культурного и природного музея-заповедника будут находиться в отдельном хранилище, строительство которого планируется начать в этом году. Планируется, что фонд будет оснащен специальным оборудованием с применением ультрасовременных технологий, будет учтен температурный и климатический режим хранения драгометаллов и археологических материалов. В этом году также планируется открыть залы археологии, этнографии, где будет представлено национальное и культурное достояние всех пяти субъектообразующих народов Карачаева-Черкесии. 69-летний тяжелоатлет из Карачаева-Черкесии Николай Новиков дважды поднялся на высшую ступень 50-го чемпионата Евразии по жиму штанги-лёжа, становой тяги и народному жиму, где завоевал титул абсолютного чемпиона по пауэрлифтингу в Троеборе. В соревнованиях международного уровня, которые прошли в столице Краснодарского края, приняли участие около 500 спортсменов из различных уголков России и стран ближнего и дальнего зарубежья. В общем весе спортсмен поднял 420 килограммов, в том числе 195 вставной тяги. С 29 мая по 5 июня текущего года в Кабардино-Балкарии состоятся пятые открытые соревнования спасателей поисково-спасательных формирований МЧС России на Кубок Кавказа. В состязаниях примут участие более 25 команд со всей страны, в том числе и Карачаева-Черкесии. Мероприятие проводится с целью совершенствования навыков при проведении поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ, овладение передовыми методами использования аварийно-спасательного инструмента и техники. В Карачаево-Черкесии завершился второй этап Всероссийской детской гандбольной лиги. В состязаниях приняли участие команды из Ставрополя и Карачаевска. По итогам игр первое место заняла команда Ставрополя. Юным гандболистам нашей республики досталась вторая ступень пьедестала. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду при грозе порывы до 13-18, температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В горах плюс 9-14, выше 2,5 тысяч метров слабая лавиноопасность. В Черкесии днем слабый дождь, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 19 градусов выше нуля. Таков основной новостной блок Карачаево-Черкесии, выпуск провела Рита Нерова. Доброго и удачного последнего рабочего дня на уходящей неделе вам и, конечно же, максимально позитивных грядущих выходных.